Что рыхтует Вадим Прокопьев, с какой мытой бизнесовец, блогер, один со створальников полка Пагоня и Деополитику? Наша тема дня. И поговорим про это с самим Вадимом Прокопьевым, який теперь знамен на видео с увязи с Вашингтону. Вадим, витаю. Здравствуйте, Ганна. Рад видеть, рад слышать. О, аудитория нашага штудзеннага ефіру падзе і коментар на сваводзі прэміум давну чакая вас і дзякуй, што вы знайшлі час адказаць на нашы пытанні. Мы говорим на передадні каля давну вагоду і на пачатку я хотела попрасіць вас акресліць сваю бачанні сатуація з беларусами внутры країны, пазаямешамі, з громадзянськай супольнастю, демократычными силами, звычайными людзмі, які многі ісшлі ва внутрэну міграцію. Якое ваше бачанні? Спасибо, Ганна. Я тогда возьму вот такое вступление, сделаю, очень тезисно, изложу комплекс актуальних своїх заблуждений. Начнем. Лукашенко облапошил Україну. Он не собирался туда вводить войска, он вместе с Путиным производил информационно-психологическую специальну операцию. Украина укоротила поводок беларуским добровольцам и приняла на себе некоторые условия сделки, которые не предполагают возникновение военно-политического центра силы беларусского сопротивления в Україні. Это уже свержившийся факт. Я не знаю, что должно поменяться в динамике войны, чтобы Украина передумала. В Бильнюсе наш заглавный штаб, заглавное наше лидерство демонстрирует печальную конвергенцию с лучшими лукашенковскими практиками. Инклюзивность, цензура, двойные стандарты, отсутствие энергии реформировались. В Америке нас совершенно точно отложили, как в той еврейской шутке, на потом. Пленных Запад не купит, колесо еще раз не провернется. Трибунал для Лукашенко отложен. Доказательств, сколько нужно, доказательств выше головы преступления против человечности. Но трибунал не торопят, очевидно, рассчитывая на какой-то последний маневр от Лукашенко. Лукашенко строит очень длительные планы. Вы будете смеяться, но он все еще думает про свое наследие историческое. Ему доложили, по моим данным, закрытый доклад ему представили от Академии наук. Белорусское общество не заболело стокгольмским синдромом. Чудо не случилось. Ни репрессиями, ни насилием, ни садизмом он не изменил. Белорусов у него, сторонников осталось столько же, сколько у него и было. В связи с этим он переключился на детей и юношество, на молодежь. Отсюда все эти возобновления всех этих советских практик. От милитаризации школы до показательных тренировочных судов, пионерлагерь Зубленок. Значит, это подсказывает нам, что он строит длительный-длительный плавок. Он считает, что у него достаточно будет времени для того, чтобы вырастить в себе новых поклонников прямо из школьников. Несмотря на кровавую баню, которую он устроил, несмотря на то, куда он завел страну, он по-прежнему видит себя в учебнике истории Александром Спасителем, который в 2020 году поступил жестко, но необходимо. У него есть план на случай, если Путин уйдет первым, и в Кремле, например, новые элиты будут искать договоренности с Западом. План у него очень простой. Он словами Паниковского скажет, а вы поезжайте в Киев и спросите. И мы узнаем в этот момент, что, оказывается, все это время он был один из самых ценных и лучших агентов Главного управления разведки Украины. У Путина тоже есть план. Грызлову выдан приказ искать. Искать, кто бы мог быть новым Кадыровым после Лукашенко. Лукашенко, естественно, это понимает. Отсюда интенсивность, отсюда звериность, отсюда вот этот азарт с репрессиями белорусского общества. Лукашенко понимает, что ему следует оставаться долгое время самым большим садистом в Беларуси, самым жестоким гауляйтером. Так, чтобы Москва не искала даже номер два. Но Москва ищет, конечно, Грызлов там послушивает, ведет переговоры, присматривается ко всяким генералам. Но пока номер два нету, поэтому пока Лукашенко не следует беспокоиться. Через этим надо сказать, что иногда его артистические, психологические операции, они рассчитаны не только на Украину, но, естественно, и на Запад, и на свою номенклатуру. Например, совсем недавно он запустил слушок, что у него некоторые сложности с Кремлем, что ситуация тяжелая, они поссорились. То есть я выдвину гипотезу, что это совместная операция вместе с Путиным, психологическая, это не первый раз, когда они используют такие методы. Вадим, я давайте вас перерву, я хотела, мы вернемся до разговора не в забаве, я хотела свернуться до нашей аудитории, для нас вельми важно, как гэтае видео поглядело, як мага больше людей, и для вас гэта беспечно, калі ласка, то вы можете поставить лайк, альбо прокомментовать гэтае видео. Вадим, давайте протягнем. В общем, картина вот у нас такая маслом, а что же делаем мы, да? Вот у Кремля точно есть план Б, план С, план Д, а что, собственно, делаем мы? Я думаю, что можно критически на себя посмотреть и сказать, что мы самозабвенно занимаемся пиаром, информационными интервенциями. Можно ли сказать, что мы построили альтернативные институты? Нет. Можно ли сказать, что мы в состоянии структурно, институционально воспользоваться окном возможностей, которые обязательно придут, исторические перекрестки неизбежны? Мой ответ – нет. Можно ли сказать, что после всякой длительной диктатуры вот этот вакуум власти, вакуум лидерства заполняется спокойно готовыми структурами? Мой ответ – нет. Мы сильно опаздываем с этим. Вопрос – что с этим делать? То есть в Украине лидерства нет, в Вильнюсе слабовато, третью структуру делать не хочется, умножать в сущности не хочется. Моя гипотеза заключается в том, что нужно построить два недостающих уровня. Таким образом вся эта система становится устойчивой и наводится дисциплина, в том числе и с так называемой исполнительной власти, кабинет. Какие эти два уровня? Я считаю, что это большое массовое диаспоральное движение, это там, где люди более-менее в безопасности, это там, где мы можем набрать большое количество людей, зарегистрировать на цифровой платформе и тем самым сделать недостающий вот этот архитектурный элемент. И я считаю, что это новый состав КС. Новый состав КС в состоянии изменить вот все эти недостатки, вместо того, чтобы создавать новые структуры. Соответственно, методом вычитания нужно сделать первый подход и выбрать КС достойных людей, так, чтобы возникла культура благожелательной дискуссии, так, чтобы поменялась стратегия, так, чтобы наш корабль поправил курс. И второе, что нужно сделать, используясь вот этой первой ступенькой выборов КС, наэлектроизовать диаспору достаточно, чтобы у нас возникло массовое движение. Без массового движения у нас не будет независимых белорусских денег нашей политики, без массового движения у нас не будет политического магнита достаточного. Есть два важных вопроса, которые обычно следует задать после всего этого описания. Ну, хорошо. Ну, сделали мы все эти абстрактные политические органы, так называемый центр силы, альтернативы. Но мы все равно находимся за границей. А ведь правило диктует локейшн, локейшн, локейшн. Эти события будут происходить решающие в Минске, когда окна возможностей откроются. Я не вижу в этом никакого проблемы, никакой противоречия. Если кому-нибудь в Минске удастся стать лидером в очень критический момент, то у него будут заграничные ресурсы. Все эти ресурсы, все это знамя можно передать спокойно из-за границы прямо в центр происходящих событий, в эпицентр. Вадим, какую роль свою вы в этом бачите? Потому что вы уже сделали эту заяву, что идете в политику. С моего понта гляджения вы уже были в политике. Але, ну тым не меньше. Какие ваши меты в этих выборах в координационную раду? Ну, по правдю, в Беларуси великой цикавости до этой структуры. Нема худшеева улада у ее цикавости, она репрессиями реагуя. Чому вы спадзеваетесь на то, что это будет эффективно? Ну, во-первых, больше у нас возможностей не осталось. Это единственный хороший код. Вернее, два хороших кода у нас осталось, по большому счету. Массовое движение плюс КС. Во-вторых, если я оставлю очень четкие цели. С помощью убеждения, с помощью логики, риторики, с помощью дискуссии, я постараюсь получить большинство КС, я постараюсь разные фракции склонить к своим идеям. Может быть, у меня это получится, может быть, нет. Но для начала надо хотя бы избраться, может быть, меня и не изберут. Склонив большинство на свою сторону, я собираюсь провести несколько важных идей. Во-первых, мы можем поправить нашу лидерскую структуру, потому что у КС будет достаточная мощность в этой системе сдержек и противовеса. Во-вторых, из активности КС может получиться массовое движение диаспорта. В-третьих, я, например, считаю, что мне есть что сказать Вашингтону. И, будучи бывшим бизнесменом, политическим активистом, это одна мощность, это один уровень представленности, а будучи, в общем-то, членом КС, это другой уровень представленности. Вот такие простые цели я перед собой ставлю. Да, Ганна. Ну, вот Вы провели некальки месяцев вельмешмат сустрэча с проставниками беларускай диаспоры у розных краинах света. Ну, я сачыла за гэтым. Вот Гутерла с драматургом Андреем Курейчиком, и он был на одной из таких сустрэча, и он поделился, что его мощно уразила гэта сустрэча, каже, что три годины, як одна секунда пролетела, ну, и что он нравится ходить на такие сустрэча, это было талиновитой энергичной цикавой, это, конечно, цитаты. Спасибо им за комплемент. Я надеюсь, что это так и было. Я цитаю Курейчика, я не была на гэтых сустрэчах. Так, але вот якая была мыта гэтых сустрэч, эти лечицы, я едасягнуты, які уражения от паездок? Ну, самые приятные впечатления. Вот самые приятные впечатления. Я доказал тебе еще раз тезис, что в диаспорах заложена огромная сила, которая недоиспользована, не институционализирована, которая, в общем, занимается своими делами, а кумулятивная мощность вот такой силы, она просто потрясающая. Я заметил в диаспорах огромное количество идейных людей, и я заметил очень умных людей. И у них у всех есть предложения, они все горят. И я допускаю, что проще всего такую диаспоральную массовую силу превратить в движение с помощью, например, кабинета, и с помощью нашей исполнительной власти. Ну, похоже, что таких планов у Светланы нет, поэтому вот надо это сделать с помощью КАЭС. Я ужасно зарядился от этой поездки. Я не все диаспоры проехал, но достаточное количество городов на двух континентах. Но я надеюсь, что и люди от меня сильно зарядились. Ну, потому что, в общем, я бесновался на сцене, как Стив Джобс на протяжении часов, рассказывая свою картину мира. Мне кажется, что я достаточно аргументированно изложил свою точку зрения. Да, Ганна? Скажите, какая амбиция ваша у координационной ради, какая больш великая ваша амбиция? Я так разумею, это не просто абрацца у координационную раду, так, коли вы кажете, что треба посунуть лидерство, крыху змянить? Ну, все просто. Я хочу провести достойных людей в координационный совет, поэтому я скоро опубликую свою программу, когда это будет по правилам возможно, когда это процедурно станет возможным. Я надеюсь, что в нее подпишется достаточное количество идейных людей, которые разделяют, на мой взгляд, и на реальность, и на способы освобождения Беларуси. Соответственно, я хотел бы привести в координационный совет новых людей, новых лиц, новых политиков, и мы очень нуждаемся в этих политиках. Я, кстати, пользуюсь случаем, понимая, что вы находитесь в Праге, у нас масса совместных с вами знакомых и друзей из числа старой такой белорусской интеллигенции, я хочу послать им месседж прямо сейчас, пользуясь нашим интервью, перестаньте прятаться. Давайте выходите или поспортите со мной, потому что мне кажется, что КАЭС наша последняя возможность поправить курс корабля. И я считаю, что такая возможность была упущена белорусской национальной интеллигенцией в сентябре 2020 года в Вильнюсе. Пожалуйста, не упустите этот второй шанс. Приглашаю всех в КАЭС. Я хотела сгадать еще одну встречу в Злушанных Штатах, на которой вы присутничали. Это в Школе глобальных одно Сенгельского университету. Пришла с устрейша американских студентов с лидеркой демократичных сил в Беларуси Светланы Тихоновской, якую вы сгадывали сёня крытышно, с задовым историком Тимоти Снайдером, той же курейчик там был. Ян интервью, я снова на его спешлюсь, я казал, что американская студенца амаль нишога не ведая про Беларусь, каля доведывается, то моцно ураживается. Но ци ГТС устрейша подтвердила тезя, что про Беларусь не ведают, а каля доведываются, то что стихочусь робить и допамагать? Ну, мы на полке, да. Мы на полке, нас отложили на потом. Это справедливый тезис. Второй справедливый тезис относительно американского взгляда на нас, нас от России не отделяет. Это печально, но это факт, с этим придется работать. Что касается встречи той со Светланой, то она чрезвычайно полезная была. Видите ли, мы списывались и созванивались много раз, но как-то не получалось никак пересечься и поговорить. Более того, я обратил внимание, что белорусские независимые СМИ то ли по причине того, что они боятся нарушить какой-то баланс отношений, то ли по еще каким-то причинам. Они избегают важных вопросов, когда они разговаривают со Светланой. Прямо избегают. Грустный факт, но даже независимая газета российская, которая, по-моему, в Берлине находится в штаб-квартире, независимая газета Европы, спокойно задает те вопросы, которые белорусские СМИ не задают Светлане. Причем делает это предельно учтивой, профессиональной формой. Вот всем бы нам так научиться. Вадим, вот как раз у нас заплановано на завтра интервью со Светланой Тихановской. Якое питание не задают? Я завтра его задам обовязково. Хорошо, хорошо. Я сейчас немножко расскажу про Ельский университет, но не забуду. Это хорошая возможность. Спасибо за такую возможность. Смотрите. Я сидел в группе белорусской диастеры в институте Ельского университета. Наверное, там было человек 20. Ну и хорошая новость. Светлана в хорошей форме. Она прекрасно держится. И она прекрасно держалась на следующем мероприятии, которое вел профессор Тимоти Снайдер. Поэтому эта новость замечательная. То есть она хорошо выглядит. У нее действительно есть что сказать. У нее хороший английский. Один какой-то момент был совершенно ничтожный, когда она забыла слово «щупальца» по-английски. Ну так и я его забыл. Вот пришлось заодно и вспомнить. Поэтому здесь с точки зрения вот имиджа это, кстати, немаловажно. Первый раз в белорусском сопротивлении у нас очень хорошо. За последние 30 лет с точки зрения имиджа у нас прям блестяще. Но теперь не очень хорошая новость. Разумеется, я воспользовался этим шансом. Я не все вопросы спросил у Светланы, но спросил, наверное, где-то 7 вопросов. Потому что наконец-то представилась возможность. Вот о чем я могу сказать после того, как я поинтересовался на разные темы. Первое. Недостаточный уровень осведомленности. Светлана Георгиевна, например, не знает, кто в действительности руководит подразделением полка Сусяка-Нвеновска. Второе. Приоритеты расставлены, но на мой взгляд, это приоритеты не совсем верные. Политзаключенные, паспорт альтернативный, единство белорусов. Это были заявлены три приоритета. Отвечая на мой вопрос, Светлана так и заявила. Я не вижу в этих приоритетах главного. Мне кажется, что все эти темы чрезвычайно важны, нужны и ими нужно заниматься, но лишь после того, как мы поправили архитектуру, лишь после того, как мы выглядим как действительно взрослая политическая структура. И вот желания построить такую политическую структуру я не обнаружил. И на один из моих вопросов, где же наш министр финансов, были ли попытки найти премьера, были ли попытки сделать какие-то реформы в кабинете, я не получил убедительного ответа. Я понимаю, что ответом было такое, что, ну, знаете, мало обращаются, мало пишут, вот никто не хочет. Ну, для меня, как бывшего бизнесмена, этот ответ неудовлетворительный. Что еще было понятно из нашего диалога? Наше обращение к Америке и наш месседж к Америке некорректен. Вот как он звучит словами Светланы Тихановской. Пожалуйста, придумайте стратегию сна. То есть вместо того, чтобы нам заниматься американской стратегией, американцы должны придумать за нас стратегию. Такого не будет, мы не являемся приоритетным регионом для США. К большому нашему, сожалению, неприятности для нашего самолюбия. Дальше. Ну, вот той, скажите, стратегичный диалог между демократичными силами и уладами США, який распачался и який довольно высоко оценивается. Я вот на вот такую цитатку дам профессора политологии университету штату Теннесси Андрея Карабкова. Такая формулевка стратегичный диалог подкресливает, что Тихановская разглядается у якости официйного представника своей краины, який отрымал мандат праздвыборания, глядячи на то, что она не мая реальной улады в Украине. Гучали заявы американских уладов, что они лишат Тихановскую законно бранным президентом. В той час, якурат Лукашенко разглядается, как институт, який незаконно утримливает уладу. Вы критично выказалися про стратегичный диалог под тлумаж тишаму. Я не критичный, там тоже есть хорошая новость, плохая. Но если позволите, Ганна, будешь меня простить. Я вернусь на секунду, потому что боюсь эти важные мысли забыть, когда я еще в следующий раз увижу со Светланой и откровенно поговорю. В общем, я почти все перечислил в предыдущем вашем вопросе, но один из моих последних вопросов Светлане был, чувствует ли она свою ответственность как главы кабинета, не как человек, конечно, как глава кабинета. Чувствует ли она свою ответственность за то, что у нас везде все по две, везде у нас две синагоги, в каждой диаспоре у нас две синагоги, у нас два байпола, три билпола, простите, это просто аллегория, конечно. Нет, большой ответственности за это Светлана Георгиевна не чувствует, поэтому я здесь тоже поспорил. Я считаю, что культура нашего лидерства и привела к этой фрагментации не только национально-белорусский обычай, а культура нашего заглавного лидерства. И вот вы меня спросили, а что же завтра, какой вопрос от меня был бы на вашем эфире со Светланой Тихановской. Спросите у нее, понимает ли она мой замысел, понимает ли Светлана Георгиевна, что я не деструктив, и моя задача не отменить или не разрушить, а починить. И если она это понимает, сможет ли она взаимодействовать? Потому что в этом и смысл. Хорошо, извините, переходим к стратегическому диалогу. Обовязково задам заутро гэта пытания. Я хотела маленькую рымарочку срабить. Максима, вы так уж не отсочвали, але все годы кирования Лукашенко, все годы основания белорусской оппозиции, вот эта некольки структура делилися яны иронею социал-демократичных партий я не вяду макольки было и так можно казать белорусский народный фронт так можно казать про вельми многие структуры и то, что теперь отбывается с байполом, бейполом, белполом, но это все протяг той самой практики. Несомненно, это часть белорусской политической культуры, очень печальная часть, но я считаю, что роль лидерской организации, вернее, корпоративной культуры лидерской организации, это существенно, если не главный фактор вот в этой фрагментации. Повторяю, Вася Владгарил справился, значит и мы можем справиться, тем более белорусский народ проснулся, более того, еще и не заболел стокгольмским синдромом, более того, у нас целая страна, целая Исландия за границей, всегда это можно починить, но это искусство, конечно, да, и болезнь запущена, но вылечиться можно. Хорошо, вы спросили меня просто стратегический диалог, там тоже есть хорошая и плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что уровень представительства и уровень общения и широта этого общения расширяется, это очень важно американским партнерам слушать другие точки зрения. И, конечно же, сам факт, что такой стратегический диалог состоялся, я воспринимаю как хорошую новость. Теперь плохая новость. семь панелей, 50 человек в комнате. Влиятельнейшая госпожа Нуланд появляется чуть ли не на пять минут на этом стратегическом диалоге, что, конечно, полезно и приятно, но все же несколько ритуально и говорит о приоритете американцев. Дальше. Документ, который предлагался к такому диалогу, я прочитал. Уверяю вас, его больше никто читать кроме меня не будет. Это 45 страниц. 45 страниц текста на английском языке. Я бы назвал это жалобная книга. Вот мы получили уже фактически возможность иметь Special Invoice со стороны США, а я ему сочувствую. Видимо, ему тоже придется прочитать жалобную книгу, и мне кажется, что он ничего из этого не запомнит. Поэтому хорошо, что начался. Культура такого стратегического диалога должна поменяться. Стратегию работы с Белоруссией придется нам сделать самим домашним заданием. Они рассчитывают, что американцы с помощью своих интеллектуальных, политических и институциональных ресурсов предоставят нам выход и будут каждый день думать об освобождении нашей страны. Так не будет. Странно? Я хочу сгадать жнивень 2021 году, калі вы фактично инициавали, вельми шмат публична говорили про тое, что в Аураде повинен быть силовый блок. И тады з'явилася кандидатурой Валера Сахащика. Цепер вы говорите про тое, что вы хочете привести шмат новых людей к карды на цейную раду. Но накольки можете намекните, что гэта будут за люди? Я пока не буду озвучивать эти фамилии, потому что сейчас между нами идет слаживание так называемой переговоры. Но я уверен, что есть какие-то люди, которых я не знаю, которым я лично не позвонил, и я их попрошу связаться прямо. Возможно, из всего того, что я наговорил до последнего месяца, вам тоже что-то отзывается, возможно, вы хотите со мной поспорить, пожалуйста, найдите возможность со мной связаться. Но у меня есть несколько человек, которых я считаю чрезвычайно ценными людьми, и мне кажется, как только процедура выборов, которая точно должна поменяться, потому что она не развернута к избирателю, как только она будет озвучена, как только будет понятны правила, когда можно что говорить, когда можно проводить агитацию, когда можно представлять свою команду, я подчинюсь и обязательно буду готов к этому моменту. Сейчас пока избегу. Относительно силового блока. Смотрите, что подсказывает нам опыт. бесполезно мечтать про собственный силовой блок. Бесполезно мечтать про военное крыло, пока мы не накачали политических мускул. Ведь в Украине мы появились, не имея достаточно политических мускул. Мы в Украине появились с кабинетом, вернее, он тогда назывался офис Светланы Тихановской, который с большим опозданием, с огромной инерцией реагировал на трагические новости о войне. Не получится у нас сделать ничего с очень необходимым нам силовым элементом, пока мы не выстроились в мощный политический центр сил. Пока у нас нет такого субъекта, опирающегося на массовое движение, у которого есть держкие противовесы, у которого есть независимые деньги. Ведь простой пример. в Украине уже есть люди с боевым опытом. У нас есть снайперы, минометчики, штурмовики. Текущая политическая структура, уровень ее развития не позволяет им платить даже военную пенсию, не говоря уже о том, чтобы нанять их на работу. Мы не в состоянии обеспечить им социальный пакет. Это преступно. Я еще про что хотела при конце нашей размовы запытаться. Мы вот кали попередня с вами гутырыли. Вы казали про то, что не хочется говорить про ситуацию внутри краины, коментую, что заочные суды супраць вас, я не отбываются, коментую, но будущие конфискации кватэра усябра первого склада координационной рады и вядомых активных особов, которые находятся за бяжой. Подтлумажьте вашу позицию. Чому вы несложным про это говорить? Никакие заочные суды никакого взрослого человека не должны спить с пути, дезориентировать или отменить. Ну, при чем тут заочные суды? Ну, что мне толку, что от меня заочно расстреляют? Это просто смешно. Так и всем должно быть смешно. Это первое. Второе. У всех квартиры конфискуют. Всех лишат имущества. Обязательно придумают способы давления на родственников. Так вот Кадыровщина будет только увеличиваться. Поэтому всем кандидатам в предложение принять взрослое решение о том, что для вас важно. Вернете вы потом свое недвижимость обязательно с помощью несправедливого суда в Новой Беларусь. Я тоже потерял. Ну, просто надо выбирать. Вместо того, чтобы постоянно по этому поводу охать и страдать, нужно принять просто решение. Поэтому вырастите толстую кожу, займитесь гигиеной своих связей, не читайте комментарии, помните, что обязательно будет попытка дискредитировать, обязательно будет попытка оклеветать, причем от своих тоже. Это правило игры. Если вам важна Беларусь, если вы хотите поменять, если вы чувствуете, что корабль идет не туда, вам придется сделать выбор между активами, недвижимостью и так далее. Поэтому думайте головой, принимайте взрослые решения и не прикладывайте ответственность ни на кого. Дякую великі за то, что пришли у эфир Свободы премиум, дякую за то, что поделилися вашим бачэнням ситуации, выказали ваши бачэння тагу, як можно яе змянить. Гэта был Вадим Пракопьев, якій идеопалітэку, якій лішить, что ему ёш сказаць Вашингтону, якій лішить кардынаційную раду, тепер вельмі важным сродкам, якій можа змяніть сатуацию. Дякую, Валікі. Дякую, Ганна. Всегда приєм. Я, Ганна Сойць, развитвуюся з вами, заставайтеся со свобода і в безпеці.